МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой привет тебе, любимая и родная республика! Ну, как ты там? Как дела твои? Надеюсь, все прекрасно, потому что в воздухе витает запах весны. В эфире солнечная программа «Студия 11». Мы начинаем! Игрушки из ваты и клейстера. В России возрождают старинные технологии. Слишком долго. Как дистант влияет на юных атлетов коми? Белая ворона. Правильно, заходим в новый коллектив. Дом народных ремесел «Зарынь» присоединился к большому проекту «Ватная игрушка. Носитель культурного кода народов России». Возрождением старинных технологий изготовления фигурок из ваты и клейстера занимается московская некоммерческая организация «Семейные традиции». Все ее начинания поддерживает сенатор от коми Ольга Епифанова. По ее инициативе художники столичного центра «Семейные традиции» приехали в село Вильгард Сыктывдинского района, чтобы обучить наших мастеров. Студия «Одиннадцать» не смогла пропустить такое событие. Сюжет Елены Красильниковой. Когда разглядываешь эти фигурки, кажется, они сделаны из керамики или фарфора. Между тем, игрушки созданы вручную из ваты и клейстера. Этому клоуну, например, сто лет. Возможно, у кого-то в семье хранятся и более старые образцы. В России такие игрушки начали изготавливать с 19 века. Стеклянные, привезенные из Европы, большинству были не по карману. Вот наши мастера и придумали недорогой вариант. Обматывали ватой и получались вот такие вот игрушечки. То есть личико у них картонная основа, а внутри одежда ватая. Посыпали стеклом битым. И вот с тех пор стали как бы уже совершенствовать эту игрушку. При советской власти тоже работали артели по производству ватных фигурок. С 20-х годов вплоть до 70-х, когда игрушки стали делать из пластмассы. Сегодня энтузиасты возрождают старинные технологии. Московский Центр ремесел семейной традиции – единственный в России, который занимается этим на профессиональном уровне. На территории Патриаршего подворья Никола Перервинского монастыря уже открыты мануфактура и музей ватной игрушки. Сейчас художники бесплатно обучают всех желающих – онлайн и офлайн. И помогают регионам создать свои коллекционные наборы, отражающие национальный колорит. Это первые образцы коми-сувениров из ваты – шанги, чуни, рыба. И потом уже эти коллекции подарить вашим музеям, Центрам ремесел, научить мастеров, чтобы они могли уже эти коллекции создавать и нести таким образом свои культурные ценности в виде ватной игрушки. Новое дело сейчас осваивают сыктавдинские мастера Дома народных ремесел «Зарань». В свою очередь, московские художники изучают экспонаты наших музеев, чтобы погрузиться в мир коми. Проект «Ватная игрушка. Носитель культурного кода народов России» поддержан фондом президентских грантов. Как известно, 2022-й объявлен в стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Дистанционный формат обучения сказался на результатах наших юных спортсменов. Такие долгие перерывы сразу отражаются на физическом состоянии, а постоянная отмена турниров приводит к тому, что атлетам трудно собраться с мыслями и выйти на старт в нужной форме. Смотрим сюжет Виктории Палкиной. Эти юные грации из-за перерыва в тренировках переживают больше других спортсменов. Даже незначительное изменение веса не утаить от внимательного взгляда наставников. Конечно, дистанционно занятия проводят в режиме онлайн, но это только для минимального поддержания формы. Ни с обручем, ни с лентой дома не поработаешь. Сразу видно у некоторых, ну вот кто вообще не тренировался, кто тренировался и чуть-чуть подъедал. Это видно. Ну, сразу мышцы проседают, и внешний вид совсем другой становится. Приходится нагонять. Это все исправимо, но у нас тренировочный процесс получается. Проседание не на две недели, например, карантина, а на целый уже месяц, потому что нам надо догонять и нагонять тот материал, который мы должны давать. Не хватило десятых долей секунд, чтобы выполнить новый спортивный разряд. Причина у всех одна – перерыв в тренировках. Как признаются пловцы, залог успеха на дорожке – регулярность. Многие ходят в бассейн два раза в день, и очередной карантин отодвигает получение долгожданного звания мастера спорта на неопределенный срок. Очень тяжело, очень тяжело, на самом деле, вот это вот сидение дома. После того выхода достаточно долго. Долго восстанавливались, очень трудно. Даже отсутствие на одной тренировке сказывается на общем результате. Забиваются мышцы, сжимаются легкие. Так на финише многие лыжники описывают свое состояние после первых стартов. Особенно тяжело с иктивкарским и ухтинским спортсменом. В феврале у них был двухнедельный перерыв в тренировках. Да, конечно, сами ходили, катались, но без наставника это просто прогулка на свежем воздухе. Если спортсмен очень долго не тренируется, он теряет всю свою форму, ну и просто не может дальше бежать на былом уровне. Ему придется нагонять соперников в этом плане. А еще сказываются постоянные переносы или отмены турниров. Соревновательный опыт теряется, и все сложнее справляться с эмоциями перед стартом. Схема «сам себе тренер» сработала не у всех. В борьбе с Леню во время карантина победили только упорные целеустремленные. Приходя в новый коллектив, мы всегда сомневаемся. Как нас примут? Кто здесь фаворит? Это одна команда или несколько групп? На кого равняться и кому обратиться за советом? Наш специалист поможет разобраться с этими вопросами. Когда приходит новый сотрудник, его задача какое-то время, в течение хотя бы двух недель, побыть больше в роли наблюдателя, для того, чтобы понять специфику организации, специфику взаимоотношений внутри коллектива. Ну и в этот момент очень важно не торопиться с выводами, потому что иногда бывает, когда мы приходим на новое место работы, какие-то яркие моменты, мы на основе этих ярких моментов можем сделать поспешные выводы о сотрудниках или о самой организации. Поэтому постараться быть безоценочным наблюдателем за происходящим внутри коллектива. Если коллектив активно включается и принимает сотрудника, то, конечно, не нужно сторониться, откликаться взаимностью. Но, опять же, не переусердствовать, потому что есть какие-то вопросы, которые на начальном этапе трудовой деятельности лучше не обсуждать. Это спорные вопросы. Это вопросы о политике, о религии, о любви. То есть спорные вопросы лучше на первом этапе, когда мы адаптируемся к новой деятельности, лучше от них отходить, мягко переключаться на более предметные темы. А лучше всего, если эта тема будет касаться именно профессиональной деятельности. Второй очень важный момент – это быть открытым к рекомендациям. Потому что очень часто бывает, что коллектив косвенно или прямо-прямо может давать советы. Как надо, что надо. Очень часто новые сотрудники испытывают напряжение, потому что оценивают себя как незнающих, неумеющих. И вот здесь задача как раз почувствовать признательность. А для этого посмотреть, что коллектив хочет вложиться в сотрудника, показать наименьший путь, например, как это можно сделать, или такой наикратчайший путь эффективного результата. То есть постараться открыто принимать ту поддержку, которую люди делают чаще всего в советах и в рекомендациях, как нужно сделать. Для тех, кто принимает, принимающие стороне, задача как раз посмотреть и найти схожесть с новым сотрудником. То есть опираться не на то, что он, допустим, моложе, не знает чего-то, а опираться именно вот, почему он один из нас. То есть мы с тобой условно как малый, да, мы с тобой одной кровью. И вот на основе этих сходств тогда легче принять нового человека, который заходит к нам в коллектив. Тем временем мы подошли к середине выпуска. Продолжим наше телепутешествие сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Это студия «Одиннадцать». Не переключайтесь, и тогда узнаете еще кое-что интересное. Крепкий и надежный. Как завязать правильный узел. Социальный навигатор. Путеводитель по мерам господдержки. Вышивая звезды. Отправляемся в путешествие по миру Финоугории. Узел. Это слово не только обозначает какие-либо физические действия с веревками, канатами, поясами. Завязанный особым образом при определенных обстоятельствах он несет сакральный смысл. Это и охранительный талисман. В узел можно поймать болезнь или, развязав его, отпустить то, что тяготило тебя. Но, впрочем, оставим в стороне эзотерику, психологию и поговорим о практической пользе. Привет всем! Сегодня я хочу рассказать вам об одном интересном и простом узле. Пришел он к нам, как и большинство узлов из морского дела. Применяется для привязывания веревки к опоре либо горизонтальной, либо вертикальной. В современном туризме он используется активно для того, чтобы создать точку опоры для навесной переправы, либо для спуска во враг. Вам может пригодиться этот узел, если вам необходимо привязать веревку, например, для сушки белья. Итак, для начала нам понадобится веревка и опора. Чтобы привязать веревку к опоре, нам необходимо сделать один оборот вокруг опоры, затем второй. А после этого мы заводим рабочий конец веревки поверх основной части, через нее мы вытаскиваем наш рабочий конец. Затем повторяем, снова кладем сверху, образуется петелька, вытаскиваем веревку через нее. Третий раз кладем сверху, образуется петелька и вытаскиваем рабочий конец через эту петельку. Узел получается такой вот симметричный, как косичка. Туристы его в шутку называют 48 бантиков. Меньше трех оборотов вязать не стоит, потому что считается менее надежным. Три достаточно для в идеале здесь завязать контрольный узел, если вы спускаетесь куда-нибудь очень глубоко. Но и этого будет уже достаточно для того, чтобы натянуть веревку и на нее что-нибудь повесить. Как много «почему» возникает, когда речь заходит о мерах социальной поддержки. И хорошо, что в эпоху интернета на каждый свой вопрос ответ найти несложно. Вот уже несколько лет на просторах мировой паутины функционирует сайт «Помощник. Социальный навигатор». С его создателем я пообщалась накануне. Как пришла идея его создания? Как давно он уже работает во благо жителей нашей республики? Сделали портал «Социальный навигатор» в 2019 году. Цель портала – это информировать жителей Коми о мерах социальной поддержки для семьи с детьми. Таких мер очень много в Коми. Их оказывают разные ведомства. Поэтому главной задачей было собрать все меры на одном ресурсе. А как портал работает? То есть что нужно сделать для того, чтобы получить информацию по мерам социальной поддержки? Портал состоит из двух модулей. Первый модуль – это анкетная форма. Если застег на главную страницу, то в шапке сразу будет видна кнопка «Открыть социальный навигатор». Если открыть социальный навигатор, то откроется анкетная форма. Там надо будет ответить на три вопроса – о районе проживания, составе семьи и доходах семьи. И сразу же после заполнения в социальный навигатор покажут перечень мер, которые полагаются уже конкретному пользователю под его конкретную жизненную ситуацию. Второй модуль – это каталог всех мер соцподдержки в Коми. Он тоже на главной странице располагается, только надо пролистать страницу чуть ниже. И уже по корзинам там раскиданы 76 мер социальной поддержки. Можно зайти в конкретную категорию, открыть конкретную меру и узнать уже подробнее об этой мере. После того, как откроем конкретную меру, мы увидим четко структурированную карточку этой меры. Там сразу увидим, кому мера полагается, размер выплаты по этой мере и куда обратиться для получения. Если эта мера предоставляется в электронном виде, то сразу есть кнопка «Получить услуга». И она переведет вас на портал Госслуг для оформления заявления. Ну и, конечно, интересно узнать, как много людей знают про этот замечательный портал. Наверняка вы ведете какую-то статистику. Со дня запуска портала в портал подсмотрели 510 тысяч человек. Из них 58 тысяч – это уникальные пользователи. Благодаря чему удалось создать портал «Социальный навигатор»? С заказчиком «Социального навигатора» выступил Минтрут в КОМИ. ЦИД подключился, провел анализ мер и, получается, сделал такой портал. Также на этом портале представлены меры и других ведомств. Минтрут, например, заполняет информацию о мерах федеральных органов власти, таких как Пенсионный фонд и ФСС. Сами на портале «Социальный навигатор» заполняют информацию о своих мерах Минобор в КОМИ, Минстрой в КОМИ, Минамущество и Минтельхоз в КОМИ. На самом деле, мировая паутина богата подобными порталами. Даже те же госуслуги, там тоже есть немало информации про те или иные меры социальной поддержки. Вот чем портал «Социальный навигатор» отличается от вышеперечисленных? В чем его уникальность? Преимущество «Социального навигатора» в анкетной форме. То есть пользователю надо заполнить информацию о себе, такой как район проживания, состав семьи, доходы семьи и получить уже конкретный перечень мер. Ну и плюс с портала, что здесь собраны меры именно для Республики КОМИ. На самом деле, этот портал, он очень интересен не только визуально, но и про наполнение, можно только хорошее сказать. Вот перенимали ли у вас опыт другие субъекты нашей необъятной страны? Первыми, кто вышел с нами на связь, это Камчатский край. Они были первопроходцами, сейчас мы передали им исходный код нашего портала, и они уже его построили под себя. Кроме Камчатки, это Треская область и Кемеровская область. Денис, спасибо вам большое за информацию. Надеемся, что ваш портал будет только развиваться. Спасибо. А теперь отправимся в Петрозаводск. Там в галерее «Дом куклы» имени Татьяны Калининой открылась первая персональная выставка художницы Марии Черепановой «Вышевая звезды». На одной из работ мы, кстати, видим и сам процесс. А в целом экспозиция – это размышления мастера на разные темы длинными вечерами во время карантина. Перспектива заката – собственная любимая работа Марии Черепановой из представленных на этой выставке. Она вышита по мотивам поездки в одно очень красивое место, в котором длительное время художница могла наблюдать за небом и движением солнца. Считается, что в Венеции невозможно не рисовать. Настолько сильно хочется запечатлеть то, что видишь. Кажется, это похожий случай. В прошлом году, если вы помните, были очень удивительные вообще небо, яркое, закаты, восходы были невозможно яркими. Мне хотелось это отобразить в одной работе, и, как мне кажется, у меня бы неплохо получилось. Вышивка на данный момент стала страстью Марии. Не работа со схемами и номерами цветов, а живопись нитками. Интересно, что потребность работать руками появилась в пору коронавируса. До пандемии Мария Черепанова в течение нескольких лет не создавала творческих работ. Исполняла заказы как дизайнер. Период карантина стал новым творческим витком. Экспонаты выставки – это возможность прислушаться к себе, отстраняясь от мира. Работа под названием «Не то». Попытка донести до зрителя, что творческий человек устроен несколько иначе. Яйцо гармонично и логично в законах природы. Но когда его помещают в гнездо из золотых рам, гармония рушится. Так и творец может ощущать свою неуместность в реальном мире. Сталкиваясь с различными структурами, это и образование, и медицинской сферой, творческому человеку, в частности, мне очень сложно бывает не просто взаимодействовать с нормами, потому что у творческого человека все несколько иначе устроено, на мой взгляд. Мария Черепанова присутствовала на открытии художественной галереи «Дом куклы» еще маленькой девочкой больше 20 лет назад. Помнит, что была в восхищении от того, что увидела. Сейчас это творческое пространство стало домом для первой персональной выставки художницы. Что ж, на этом у меня все, но только к этой минуте. Надолго не прощаюсь и напоминаю, сегодня четверг, рыбный день. А значит, можно добавить в свое меню блюдо из этого вкусного и полезного продукта. Впрочем, выбор за вами. Ну все, пока! Редактор субтитров А.Семкин